привет вас хочу вам рассказать про экономику больше но артем меня подбил рассказать еще одну историю как стать судьей тоже интересно у меня во первых есть знакомые судьи есть люди которые стали которые не стали судьям причем раз рассказываю значит так сразу отбрасываем в сторону все вот эти разговоры сплетни вот папа ее сделал есть есть я немножко объясню есть судьи как бы сказать на должность объясняю да и действительно там папа сделает папа депутат дочку сделала ли сына судьей такой и сейчас все но чаще всего это человек грубо говоря ну как бы сказать он неудел сидит на окладе его не допускают один потому что понимаешь что он слабенький он сам понимает проект я не говорю я говорю про настоящую которую который делать раме карьеру который ну скажем а так недалеко от меня тут живет один судья я скажу так у него хороший домик ну что вы немножко правильно поняли на ландшафтный дизайн потратил столько столько сколько вы подумали чтобы купить домик да он работает судьи правильно работать причем обращаю ваше внимание после всех индустраций по индустрации умный судья вообще запомните раз всегда судья никогда не принимает незаконных решений но судья надо всегда между капелью между капелью вот это есть вопрос по этой причине начну сейчас самого простого как стать а дальше немножко расскажу ну как судья работа потому что столько мифов столько глупостей боже читаю значит смотрите ну первое направление если хотите стать судьей надо минимум уметь молиться закончить магистры вирус при детстве вы сами доходите там смотрите надо обязательно опыт работы в судебной системе очень часто для того что есть масса людей которые хотят быть судьями и они начинают идти работать там есть такой секретарь помощник судьи слышали вот ситуация довольно простая действительно реальная абсолютно девочка которая называется ну с нуля без всякого блата она еще училась юристом и пошла устроилась в архив суда то есть причем мы там как это называется не короче шевал документ называется ну то есть ну понятно наш студент но в она во первых посмотрела как происходит процесс а потом понимаете но все таки что наш общается и со временем и и начали сути просить делать несложные документы смотрите в суде есть масса всяких там решений поставили есть очень стандарт жутко то есть понимаете там что называется вот он все стандартно там поменять буквы там ну ну их надо бумага бумага и вот ее начали такое грузить она начала делать причем я так понял делать хорошо естественно ну а судья бить о хорошая девочка правильно делай без ошибок ну то что очень часто я как принял говорит значит так результативно чистым результативным то уже сказал а вот остальное там просто писать понимаете проговор есть процедура что надо писать очень часто повторяется то что ну как бы это надо вот надо все это все понимаешь никто не читать но надо и вот действительно не успела кончить без блата еще раз говорю без какого-либо блата девченка причем до такой степени но вообще-то в житовской области что-то пошло причем с района центра и действительно взяли причем ну как понимаете сути что же как бы люди не о хорошей работе подсуетились поговорили конкурс на там же даже чтобы стать секретарем судьи конкурс конкурс все как положено она выиграла конкурс работает суда да не судьей она работает секретарем но уже как бы немножко так сказать обтерлась посмотрела плюс уже и начать давать как бы задание законно мать боя ситуация когда надо сделать про документ ну из к примеру и тому подобное но понимаете сделать очень правильно по этой причине этот форекс не судяшки судьи это приносит на наш клиент правильно писал тут в этом варианте действительно такая девочка очень нужно это не бесплатно это не бесплатно это действительно работа ну вот такая карьера теперь смотрите поработали обязательно там есть я не помню сколько стажа на дальше дальше для того чтобы стать ну там вообще-то раньше был резерв сейчас не знаю остался резерв или нет в любом случае вы сдаете несколько этапов экзаменов первый второй третий тогда что есть но но первых первая ситуация смотрите вот вас есть тепло опыт работы вы имеете право уже как бы начинать сдавать эти экзамены понятное дело что сдавший один раз экзамены и когда вот вы грубо говоря уже кандидат возможный судим вы заполняете анкету и передаете компетентным органам на проверку это конкретно ну во первых проверять вашу коррупционную деятельность тем более это даже входит функцию сейчас у нас есть целая структура потом все-таки СБУ проверяет чисто по биографии насколько вы правдиво когда ставите информацию ну вот вы там про вы же пишите про всех родственников и так далее но смотрите если ваши родственники находятся в местах решения субботы ну нельзя быть судьбой считается что вы можете быть никому ну так сказать предвзяты поняли по этой причине это вопрос и вы должны указать что нет у меня никого нет они проверят на всяк случайно потом еще раз говорю вы там смотрите уже несколько этапов сдают в одной структуры другой третий экзамены квалификационные то есть исходя из ваших знаний понятное дело что вам приходится как бы ну если вы действительно идете как по-настоящему надо действительно показать класс знания знания еще раз можете не сдать многие не сдают отдельно сдают там действительно идет реальный отсек поэтому причине когда говорят у нас судья ребята вы сдавали экзамены нет мы ничего не знаем но вы типа а вот мы сейчас наберем студентов идиоты и студенты они вообще ни черта не понимают тут как раз система нас как-то на грех жалуется но вы знаете что там есть у нас еще вот эти вот независимые сейчас вы знаете независимые структуры высшая рада юстиции которая это с которой проверяет припроверяет экзамен вот получается раздали два три вот идет отсек потом когда уже все вроде бы до квалификацию подтвердили опыт работы есть дипломы есть вас проверили мы не коррупционер тогда действительно ну раньше как было сначала вы помните президент как бы принимал решение а потом через пять лет верховно рада сейчас считается что когда уже окончательно все прошли все согласование вас еще раз повторяю вас как бы министерство юстиции проверила администрация судебной палаты потом вот это высшая рада юстиции это все же разного не считается что на каждом этапе идет отсек проверка если это все 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 прошло замечательно тогда действительно сейчас уже назначают согласно решению а дальше ситуация очень интересно смотрите вы как военный судят как военный то есть вас могут отправить в тюрьму тараканью быть судьбой как вы думаете в Киеве постоянно работает а вас надо туда в районе да 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 такая ситуация так что здесь конечно я скажу вот папики доченьки вот тут да тут срабатывает когда папенька поговори вот моя дитинка хорош оставь в Киеве вот такой есть причем она может даже на работу не ходить за подкочек такое существует а вас могут отправить в тараканью опять же все относительно сразу да вы можете попасть в район а потом попасть в Киев а в область а с области Киев такие истории тоже случаи знают там понимаете как бы понятно есть некоторые люди которые не могут делать карьеру а есть могут почему потому что в принципе если толковый судья его и местного вас поддерживает да да толковый всегда нужны ребята а теперь подхожим к вопросу значит толковый судья запомните раз сюда судья никогда не принимает незаконных решений почему потому что любое решение судья очень сильно контролируется еще раз говорю очень сильно он остается мало кто судья несет уголовную ответственность и история знает случай даже есть же судья которых судили которые сидят в тюрьме что там у тебя так шутка что по этой причине судья чаще всего в чем есть проблема он просто не принимает решение вот простейшее решение простейшее но оттягивает классика уголовное дело рассматривается но понятное судья принимает решение на новое судебное разбирательство выявиться. А, на новосудебное разбирательство или на доследствие. То есть он не принимает решения. Вот в этом случае действительно умелый судья может так красиво вот это действительно решение не приняли, здесь приняли, а здесь взяли. Высший пилотаж. Вот таких ценят. Не ценят ну как бы таких бестолковых, которые не понимают, берут, что попало, решение принимаете. Потом это все вылазит. Потом еще сейчас говорят, смотрите, если решение суда в апелляции распорено, обязательно служебное расследование. Служебное. И начальник суда получает, вот начальник повышает по шее, почему вы, как начальник, не проконтролировали, что ваш подчиненный делает. По этой причине говорят. Там вот таких разговоров, что а ему дали на лапу. Такое не бывает. Такие сумасшедшие сразу, даже если попадает человек в суд, он сразу вылетает. Быстро вылетает. Причем по собственному желанию очень быстро вылетает. Потому что он просто не быстрее. Еще раз повторяю, карьера судьи строится держать следа, уметь держать планку. Уметь не перегнуть и не догнуть. И очень хорошо понимать намеку. Руководство. Потому что, ну, поймите, что правильно, ну не будет такого, что начальник суда вылетает, знаешь, вот при имени законно, что такого не будет. Он же тоже не хочет рисковать. Он просто объясняет. Надо принять взвешенное решение, которое удовлетворило стороны. Вы поняли. Начершение должно быть в пользу обвиняемого. Поняли? А тогда вы должны, вы должны именно так вот, почему, говорю, ценится, уметь так, вынести решение, чтобы и стороны были довольны, и не берегнуть паку. Тяжело адски. По этой причине действительно получается, какая ситуация? Если берешь суд, там есть пару таких грантов, которые тянут. И, хотя сейчас есть там эта система, которая распределяет дела и так далее. Это все, так сказать, для души. По практике чаще всего глава суди старается вот это дело дать одному другому. И вот здесь самое главное. Очень много дел судебных, ну, я бы скажу таких, бессмысленных. То есть их много. За их никто ничего платить вам не будет и вообще стимули, потому что никакие. Но вы можете там наломать пока, и вам же это вылезет боком. И вот если вы судья, бестолковый, вас этими делами грузят, грузят, грузят пока. Если толково, вам дают хлеб. Или резонанс. Ну, понимаете, это такое дело, которое на контроле, к примеру, в обкоме. Ну, в области. Значит, соответственно, если вы принимаете правильное решение, вас уже в областном суде занятели. Вот так вот. Вот так и двигается. А дальше, да, действительно, ситуация следующая. У вас же опыт работы судей. И, исходя от этого, вы, соответственно, уже начинаете как бы двигаться по карьерной рейсе. Выше, 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 выше. Или действительно растаете в области. Вы растаете до руководителя областного суда. Шикарный пост. Потому что это фактически, да, это, конечно, это хороший пост. Может, даже лучше, чем киевский. Киев, конечно, такая, как бы, ну, не их, но слишком много и вот этих вот католиков. А область прочая. Тоже солидная. Причем очень часто, вы сами понимаете, и губернатор, и все, за головой судя. Суда хорошо работают. Вот так встают судья. Сразу говорю, на любви этих. Бывают случаи, когда человек начинает, начинает экзамены сдал, потом его назначился, отправили. Причем даже не обязательно какую-то тюрьму терракану. В областной центре. Он начал работать судей, и видите, он не тянет. То есть, ну, потому что он как-нибудь видит, что его, ну, глава судьи недовольны, другие недовольны, и он видит, что получается, он ничего взять не может, намертво. То есть, ни одно дело, даже там, ему как бы намекают, что мы можем, а он не понимает, как брать, и принимает решение, которое вам его, его же судья, а, чтобы вы правильно поняли, смотрите, а у вас судья может, там есть такая фишечка, вас могут отстранить от заседаний. То есть, у вас, вы уходите на работу, вы судья, но вы в состоянии проводите. Это как, ну, наказание, или когда расследуют, что есть подозрение, что вы что-то не то сделали. Вы получаете зарплату, но вы же понимаете, вы же процессы не ведете, и это мимо касса. Поняли? Причем, это может быть очень долго. Ну, потому что, вы видите, что-то за что-то творится. И вы ходите, вы понимаете, надо вольняться. Ну, вы понимаете, что вам не дадут, то есть, вас не допустят до процесса, не будет вам подарочных наборов, а на зарплату судья, и она очень маленькая. Ну, понятно, председатель суда, там, Верховного, да, но ваш очень маленький. И вы начинаете понимать, что-то. Причем, смотрите, что вы правильно поняли, в былые времена, в очень былые, в Прикравчуке было что? Судья имел квартиру служебную, да-да-да, автомобиль служебный и охранник. Уже прикучно это все отменили, сейчас судья ничего не имеет, кроме зарплаты. Были когда-то льготы, уже все подменили, а нам это подменили. Вот такая вот ситуация. Так что, дерзайте!